Очень хочу похвастаться своим трофеем. Вот он, белый гриб гигантского размера, который в ведро не лезет. На вес примерно, наверное, с полкило, наверное. Айрат Махмотов приехал показать свою уникальную находку прямо с урозаевского леса. За три часа прогулок по загородному массиву собрал несколько везер белых грибов. Но этот, говорит Айрат, всем грибам гриб. Неиспорченный червями лесной экспонат чудом попался на глаза нефтекамского грибника. В лесу очень много можно увидеть корней от белых грибов. Люди почему-то их сначала выдергивают, потом только начинают ощущать, обрезать, что является очень неправильным. В этом случае повреждается грибница. Поэтому я обращаюсь к нашим горожанам. Будьте повнимательны к грибницам, обращайтесь правильно, срезайте ножом аккуратненько, не повреждая грибницы. Выдранный гриб навек погиб. Срезанный под корешок дает приплоды мешок, гласит народная мудрость. Об этом помнит и Нина Гореева, которая также любит собирать грибы в лесу вблизи деревни Урозаева. Свой улов она принесла на ярмарку как доказательство того, что наши окрестные леса богаты на самые разные виды съедобных грибов. Вот это волнушки, их солить, солить хорошо их зимой с картошечкой. Мы белые тоже собираем, лисички собираем, подосиновики, подберезовики. Подосиновики, особенно вот они ценные, после белых они на втором месте стоят по ценности, потому что там йод есть. Они срез, у них фиолетовый становится йод, богатый йодом. За большую пищевую ценность, схожую как с мясом, так и с овощами, грибы называют вторым мясом. Любителей жареных, маринованных, соленых изделий из грибов среди нефтекамцев много, как и неравнодушных самим собирать дары осени. Но отправляясь в лес, следует помнить о том, где можно срезать грибы, а где этого делать категорически нельзя. В санитарно-защитной зоне, конечно, строго запрещается собирать грибы. Это промышленная зона, около свалок, около кладбищ, в жилой зоне, где застройки какие-то проводятся. Вот в таких местах, конечно, грибы не рекомендуется собирать. Грибы надо очищать, потому что вот на земле, где остаются там на пленках какие-то земля, или какая-то, может остаться какие-то пылинки, вот в них могут содержаться, конечно, вирусы ботулизма. Самое важное правило, которое поможет уберечься от отравления, это собирать только те грибы, которые вы знаете. Сомнительные, подпорченные или те, которые меняют цвет, следует избегать. И, конечно же, употреблять грибы нужно строго возле термической обработки. Помня эти простые правила, можно обезопасить появление на столе некачественных блюд из грибов. Ведь в Нефтекамске уже зафиксирован один случай отравления этими лесными дарами.